Проект «Я помню» Интервью с ветераном Великой Отечественной войны Руководитель проекта и главный редактор Артём Драбкин Рассказов Василий Степанович Путь мой солдатский Автобиографические записки Опубликовано 29 мая 2010 года Часть третья Мы маляры На следующий день всех вновь прибывших построили Явился переводчик и скомандовал Слесари, выйти из строя Вышло человек 15 Мы с Михаилом переглянулись, поняв друг друга Маляры! Сержант дернул меня за руку, и мы шагнули из строя За нами вышло еще человек 20 Комендант лагеря, толстый хромой немец В недоумении поднял белесые брови Заглянул в бумагу и пожал плечами И тогда я шагнул к переводчику Скажи коменданту, что к вам на завод приехали одни специалисты Нас уже отсортировали, когда набирали Переводчик объяснил Жирные щеки коменданта раздвинулись в улыбке Он загнул четыре пальца И показал на нас с Марковым «Хир, ман, хир!» «Хорошо, хорошо, только четверых!» Произнес переводчик «Взяли меня, Маркова, еще двоих!» Остальных вернули в строй С другими специалистами получилось точно так же Едва переводчик крикнул «Столяры!» «Как из строя!» «Вышло человек сорок!» Комендант улыбался, он был доволен Завод пополнился специалистами Малярная мастерская находилась в дальнем углу завода И размещалась в старом полуразвалившемся здании Позднее я узнал, что здание пострадало в Первую мировую войну Между обвалившихся глыб проросла бузина К стенам вплотную подступали клёны И верхушки их заглядывали в оконные проемы второго этажа Тишину нарушал хрустщебни под ногами часового Бродившего вдоль проволоки, которой был обнесен завод В мастерской работало четыре маляра Три немца, негодных в армии, и поляк-юзер Маляр-майстер, мастер по-нашему, Фрид Смевиц Был сухачав и высок Под глазами у него висели синие мешки От ежедневного бритья Точие школы были разрисованы красными прожилками Лицо его с вытянутым заострившимся носом Выражало такую меланхолию Что, глядя на него, каждый думал о кладбище Ожидавшем любого из смертных Вальтер был под стать своему начальнику С той лишь разницей, что хромал на левую ногу И смотрел на Мевиса снизу вверх Третий немец, Рудольф Широкоплечий и высокий парень, лет двадцати пяти Был моложе всех Ходил в забрызганных до неузнаваемости Белых штанах и белом пиджаке Он часто курил и с трудом выговаривая слова Ругал начальство, запрещавшее брать в армию заик Ему хотелось уехать с этого вонючего завода Побродить по городам Франции, Бельгии, России Награбить золото, открыть магазин И жениться на пухлой цвета сметаны немке Когда нас привели под конвоем в мастерскую Немцы закусывали тоненькими бутербродами А Юзеф размешивал в ведре краску Сопровождающий нас полицейский Сказал мастеру несколько слов и удалился С минуты все молча смотрели на нас Затем Юзеф протянул руку и с улыбкой сказал Здравствуйте, панове Мастер поднялся, положил в металлическую коробку Остаток бутерброда и отдал приказание Начинать работу Нас с Марковым взял заико Рудольф И повел по вымощенной тропинке К одному из цехов Штрайх, сказал он, подавая мне кисть И указывая на гладкую поверхность металлического щита Я взял кисть и принялся за работу Через минуту щит был покрашен Но сколько я не старался положить краску ровным слоем Все равно оставались подтеки Кукхир, произнес Рудольф сердито, вырывая у меня кисть Золмахен, вот как надо Он быстро и умело выровнял краску Сунул кисть Маркову и указал на другой щит У Михаила получилось лучше, но и он не мог избежать подтеков Рудольф покачал головой и сел на прокинутый ящик Вы не маляры, сказал он, доставая сигарету Ну и что же, ответил я, к удивлению Рудольфа по-немецки Через неделю будем хорошими малярами Вам нужны хорошие маляры? О да, засмеялся Рудольф Но полицай сказал, что вы и есть хорошие маляры А вы? Тогда кто же вы? Мы русские Ваши солдаты выгнали нас из дома и привезли сюда работать Будем работать Я понимаю, смутился Рудольф Но специальность, профессия какая Он добывал золото, а я учился в школе Ты учитель? Не понял, Рудольф Это хорошая профессия У вас в России все учителя такие молодые И все разговаривают по-немецки Я не стал объяснять Рудольфу ошибку и ответил У нас немецкий язык преподают в школах Рудольф задумался, потом встал, хлопнул Маркова по плечу И с добродушной улыбкой сказал Хорошо, комрад, я научу тебя красить Будешь со мной работать, а учитель с Вальтером В тот же день он передал меня хромому Вальтеру Который выполнял более грубую работу Ему поручалось белить стены, красить ржавые трубы Замазывать окна в крышах цехов Эта работа не требовала тонкой отделки Остальных маляров мастер отдал в помощь Юзефу Который красил оборудование кислотного цеха Поляк ежедневно работал в шпинорае Едва он заканчивал покраску в одном конце цеха Как в другом краска вздувалась от ржавых наростов В этом цехе не выдерживало даже железо Июнь подходил к концу Рудольф и Вальтер ежедневно приносили нам По крошечному ломтику хлеба и паре картофелин Хотя сами получали по карточкам мизерный паек Рудольф ругал затянувшуюся войну Но когда быстро поднаторевший в немецком марков Спрашивал, зачем они ее начинали Рудольф неизменно отвечал Если бы мы не начали, ее начали бы вы Эти убеждения для него были непоколебимы И сколько Михаил не доказывал их нелепость Рудольф не сдавался Я верю своим газетам, говорил он Пропаганда, сердился марков Вы разорвали договор и не нападение Вашим генералам хотелось воевать Им захотелось украинского сала А сколько ваших полегло в России И остальных ждет та же участь Наш народ мирный, но в то же время В гневе страшен Вы будете разбиты От меня это не зависит Сердито пыхтел Рудольф Нет, зависит Подожди еще немного И тебя пошлют на фронт Спасать ваших генералов И ты, и Вальтер еще будете годны на мясо Василий, помоги-то растолковать ему Ты фашист? Спросил я Вальтера Нет, я социал-демократ Отвечал он Но все равно ты за Гитлера и за войну Скоро наши придут сюда И тогда Гитлеру капут будет И Германии тоже Не придут, это слишком далеко Вот посмотришь Ваша армия и так уже отступает По всем фронтам Мы сокращаем фронт Бесстрастно отвечал Вальтер Махая кистью Сюда не пустим Ты слепой Сердился я А ты медведь Тоже начинал сердиться Вальтер И вставлял по его мнению Самое обидное слово Рус Иван Фриц Не оставался я в долгу Но время и событий на фронте Показывали нашу правоту Немцы все чаще надевали траур Вальтер и Рудольф Уже начинали сомневаться В победном исходе войны В конце июля появилась черная повязка На рукаве у мастера Мевиса У него погиб сын В этот день Мевис не выходил из мастерской И ни с кем не разговаривал Немецкая пропаганда трубила О преднамеренном сокращении фронта О тысячах убитых большевиков И сотнях взятых в плен Красноармейцев Но все чувствовали Катастрофа приближается Я торопил Маркова с побегом Но у нас не было чистой одежды Та, что мы носили Была запачкана краской Однажды Михаил завел разговор с Рудольфом Насчет какого-нибудь старого костюма Более чистого, чем у него Окончится война Я приеду в премнице И верну тебе одежду Помоги, комрад Рудольф долго молчал Потом покосился на Михаила И с улыбкой спросил Ты задумал бежать? Дурак, рассердился сержант Разве я хочу попасть под пули Подожду, пока окончится война И спокойно поеду домой Не знаю, поверил Рудольф или нет Но через два дня он принес хороший пиджак серого цвета И брюки Я тоже начал дипломатичный подход к Вальтеру Но он прервал меня вопросом Тебе тоже нужно цивильное платье? Нужно Я хочу жениться У тебя есть дочь? Вальтер засмеялся, потом сказал Завтра принесу Только я тебе ничего не давал Понимаешь? Понимаю Мы с Михаилом обрадовались удачному случаю И назначили побег на конец июля План был такой Попытаться заскочить на грузовой состав Отъехать несколько километров, чтобы сбить ищеек Спрыгнуть на перегоне и идти ночами до Польши Юзеф нам говорил, что в Польше много партизан Вот мы и постараемся к ним примкнуть Но в конце июля случилось происшествие Заставившее отложить побег на неопределенное время Бомбежка Утром мастер послал нас с Вальтером Замазывать окна в крышах цехов Чтобы ночью из них не было видно света Положено было соблюдать светомаскировку Часа через два на крыше соседнего цеха Появился Рудольф с Марковым Только они приступили к работе Раздался вой сирены, возвещавший об авианалете Вальтер бросил кисть и выругался Пошли, отрыстый, сказал он, направляясь к лестнице Мне очень не хотелось спускаться в бомбоубежище Примниц еще ни разу не бомбили Но американские самолеты пролетали над ним каждую ночь Летали они иногда и днем, но целью их был Берлин Я сказал Вальтеру, чтобы он шел один, а я остался на крыше Изумленный, он взглянул на меня, как на сумасшедшего, и скрылся Ушли в бомбоубежище и Рудольф с Марковым Территория завода опустела Вскоре послышалось гудение самолетов Они появились неожиданно, летели низко над землей Почти задевая крыши Я смотрел на них, и сердце переполняло радость Что эти пилоты летают бомбить логово врага Хоть бы на этот ненавистный завод пару бомб сбросили Думал я, наблюдая за событиями Словно в ответ на мою просьбу Вдруг загремели разрывы бомб С крыши завода управления посыпалась черепица Султан желтого дыма поднялся над одним из цехов И заслонил солнце Еще парочку, еще! Кричал я, бегая от радости от одного края крыши К другому, совершенно забыв Что сам подвергаюсь опасности Но авианалет закончился Самолеты улетели Его сирена возвестил отбой воздушной тревоги Мысли мои вернулись к действительности И мне стало грустно Опять вечером нас поведут под конвоем в лагерь Опять ужина с красноватой жидкости Сосевшей на дно брюквой И снова проклятый голод Долго не дающий забыться и заснуть Почему бы не сбежать сегодня? Чего еще выжидать? Вот придет Марков И я уговорю его бежать сегодня Решил я Но через полчаса вернулись перепачканные сажей немцы А Маркова среди них не было Они залезли на крышу С такими кислыми минами Будто похоронили кого-то из близких Я с минуты выжидал, что скажет Рудольф А затем спросил Где Михель? Американо, бомба, огонь, капут Ответил Вальтер А ты храбрый, добавил он Не побоялся остаться на крыше Михель капут, переспросил я Замирает предчувствие беды Найн, только руки и нога Ответил Вальтер, принимаясь снова красить Где он сейчас? Увезли в лагерь к вашему доктору Я едва дождался вечера В первый раз сгорает нетерпение Скорее попасть в лагерь Ровно в шесть вечера пришли полицейские Забрали нас с территории завода И отвели за колючую проволоку Марков лежал на своем месте на нарах Увидев меня, он виновато улыбнулся Приподнял забинтованные руки И печально сказал Вот видишь? Подошел Сашка с котелком супа Лицо его было тревожным Вот на кухне для тебя выпросил Ешь Это из котла обслуживающего персонала Спасибо, Саша, ответил Марков Что-то не хочется Саша оставил котелок Вздохнул и удалился А ну, тише всем Послышался его зычный голос Хороший все-таки Сашка парень Я уступил ему послезавтрашний день Немцы успокоились после побега Рубцова Пусть теперь он бежит с Панковым Самое время А мы когда? Когда же мы? Марков опустил глаза Придется подождать Когда я увидел, что ты остался на крыше Как раз разорвалась бомба Потом вторая Но я и надумал поджечь цех напоследок Забежал в цех, там никого Поджигая вату, не горит Тут от бомбы окна повылетали И ветер стал раздувать огонь Я давай растаскивать загоревшиеся тюки Чтобы разгорелось побольше А прокинул бидон с чем-то горючим И это хорошо помогло мне Тут забегают двое немцев И подумали, что я тушил огонь Один схватил меня за руку Сунул огнетушитель А сам в пожарной кишке Пока разматывал, пока туда-сюда Огонь уже в полную силу вошел И в цехе оставаться стало небезопасно Дым, дышать нечем Я выбежал на воздух И только тогда заметил, что сильно обжег руки Марков замолчал и с улыбкой закончил А немцы-то меня в герои записали Думает, тушил я их хозяйство А с ногой что? Да пустяки зацепил чем-то Потом добавил Если хочешь, беги с Сашкой Я-то сейчас не могу Видишь, что вышло С Сашкой? Удивился я Почему с Сашкой? А ты здесь останешься? Да ты что? Как же я оставлю тебя? Ты же меня не бросил Как ты мог подумать такое? Марков замолчал, закрыл глаза и произнес Спасибо, друг Больше он ничего не говорил Времена года Пришла бесснежная мягкая зима Если ночью выпадал снег, то к утру его уже не было Песчаная почва поглощала все без остатка Синяя дымка ежедневно закрывала солнце И создавалось впечатление, будь то земля накрыта огромным куполом Через который не могут просочиться ни снег, ни мороз После побега Сашки еще с месяц лютовала охрана Потом все постепенно успокоилось Пинки и удары прикладами стали реже Режим немного ослабили Марков поправлялся И к февралью от ожогов остались красноватые рубцы К этому времени мы очень тщательно разработали план нашего побега Наученные горьким опытом мы решили, что Германию до города Лодзи необходимо проехать пассажирским поездом В городе Лодзи перейти границу польского протектората и ночами идти на соединение с польскими партизанами Необходимо было достать документы Можно было просто купить билет и поехать без документов Но мы хотели избежать риска и усиленно искали знакомства с иностранцами, работавшими в заводе управления Так Михаил сдружился с молодым блондином, приехавшим из Голландии Он работал копировщиком и пообещал достать бланки разрешений на отпуск Урлаупшайны Такие разрешения немцы выдавали приехавшим на работу в Германию из европейских стран Прибалтике и Украине в том числе Отношение к этим людям было более лояльное, чем к русским Вот и пришла весна 1944 года Гитлеровцы терпели поражение Непобедимая немецкая армия бежала на запад Оставляя за собой стройные ряды военных кладбищ из березовых крестов Разбитые машины да разрушенные города До нас доходили слухи, что освобожден Киев, Минск, Одесса Немцы кричали, что русские создали в Сибири новую армию Армию сумасшедших Солдаты, которые ничего не боятся, не берут в плен противника И не придерживаются никаких законов войны Воевать с ними очень тяжело Однажды Рудольф сообщил, что партизаны украли Муссолини Марков притворно подсокал языком, схватился за сердце И, подняв к небу глаза, воскликнул О, мой бог! Лопнула ось Берлин-Рим-Токио Скоро колеса разъедутся в разные стороны Рудольф рассмеялся Значит, скоро конец войне Сказал он, хлопнув Михаила по плечу Хорошо, комрад, скоро мир Марков сразу стал серьезным А как же Гитлер? Спросил он Рудольфа Ты же любишь своего фюрера? Мы рабочие люди и бояться нам нечего Ответил тот Ага, хочешь в стороне остаться? Не выйдет, раскипятился сержант Тебя еще турнут в армию Ты еще не раз завернешь по матушке своего Гитлера Ему пушечного мяса еще много нужно Проси-ка его, Вася Пойдет он воевать, ежели фюрер прикажет? Я спросил Пойду, твердо выговорил Рудольф А как же иначе? Ну и дурак, возмутился сержант Через два дня Рудольфа призвали в армию Прощаясь с Марковым, он крепко сдавил ему руку И, глядя в глаза, спросил Скажи, комрад, ты коммунист? Не бойся, скажи Ну, где уж мне? Ответил Марков Я беспартийный рабочий Рудольф еще раз крепко тряхнул Михаилу руку И, не оглядываясь, зашагал прочь В июне 1944 года Наши войска вошли в Прибалтику Побеги из лагеря участились Если беглецов ловили, то казнили в назидании другим Но это мало действовало на невольников Побеги продолжались Многие мечтали снова взять в руки оружие и бить немцев После того, как Рудольфа призвали, мы с Марковым работали вдвоем Раза два в день к нам приезжал мастер Смотрел работу, недовольно хмыкал И снова езжал на своем красном велосипеде в мастерскую Наконец Марков однажды показал мне два разрешения на отпуск Выданные Курту Бергеру и Гансу Шпигельману Оставалось только поставить число Я ликовал Мы уже давно изучили маршрут наших охранников и время смены Костюмы у нас уже давно были Можно было действовать Хотя документы были пустяковые, мы все-таки торжествовали Ни он, ни я не думали в то время, что на первом же полустанке В вагон может войти жандарм и потребовать необходимый аусвайс Паспорт Верилось в удачу Сердце замирало от одной мысли, что скоро мы сможем увидеть родные русские лица В тот же вечер сержант велел мне развести нужную густоту чернил и вписать в Урлаупшайн после слова «отпуск» с 20 июля 1944 года Я в волнении выполнил просьбу «Итак, завтра», — сказал Марков, пряча свой документ «Завтра», — чуть слышно ответил я Побег 20 июля 1944 года Этот день ничем не отличался от предыдущих Мы пришли в мастерскую, взяли ведра с краской и отправились красить ржавые трубы В 11 часов приехал мастер, похмыкал и уехал Марков бросил кисть «Шабаш», — сказал он, вытирая руки «Все, время пришло» Едва полицейский завернул за угол, мы вылезли за проволоку Углубившись в лес, надели чистую одежду Затем, осмотрев свой вид и не найдя ничего подозрительного, двинулись на станцию Ротенау От нее отходили поезда в Познань Через час мы были уже на вокзале Городишко жил своей будничной жизнью Спешили куда-то толстые немки с корзинками Степенно шагали бюргеры в зеленых куртках с черными воротниками Куда-то торопились солдаты с кожаными ранцами До нас никому не было никакого дела В вокзальном ресторанчике сидело несколько посетителей И молча пили черное баварское пиво Я подошел к окошечку кассы и протянул деньги Два долить с Манштадта, пожалуйста Даже не взглянув на пассажира, девушка выкинула два билета До посадки оставалось как раз минут двадцать Германия страна небольшая и поезда ходят как электрички часто Мы показали билеты контролеры, прошли на перрон и стали ждать И так времени прошло час и двадцать минут, подвел итог Марков Через час-полтора нас начнут искать Через три часа ищейки с полицией будут здесь Поздно не сделаем пересадку Вот и поезд Спокойно, пошли Паровоз отдал нас мельчайшими брызгами И остановился Перрон ожил Мы уже собрались садиться в вагон Как вдруг нам подошел, ковыляя на одной ноге и костылях, солдат с кружкой в руке На груди у него висел железный крест Пожертвуйте для фронтовика Произнес он, кисло улыбаясь и встряхивая в кружки монеты Марков достал из кармана несколько пфенингов и с улыбкой бросил их в кружку Из окна вагона я еще раз увидел этого солдата Потряхивая кружкой, он вымаливал у пассажиров тусклые монеты, но подавали мало и неохотно Перрон быстро пустел Купе было рассчитано на четыре человека И я радовался, что к нам больше никто не сел Но перед самым отправлением в узкую дверь Сапя протиснулся толстый немец с пачкой газет Он басом поздоровался с нами И, опустившись к окну, углубился в чтение Пояс плавно тронулся и стал набирать скорость Откинувшись на спинку сиденья, Марков закрыл глаза Возбуждение во мне постепенно вылеглось И я последовал его примеру Иногда я приоткрывал глаза и сквозь ресницы наблюдал за толстым попутчиком Какая все же маленькая страна Германия, размышлял я За несколько часов можно проехать всю и с конца в конец Проводников в вагонах нет, полок для сна нет Каждое купе своя дверь А что читает толстяк? Наверное, о планомерном отступлении германской армии, сокращении фронта? Скоро будет Берлин, лагерь уже переполох Если нас поймают, неминуемо смерть А хочется еще повоевать Фашисты должны за все ответить Поезд затормозил и остановился под решетчатой крышей Часть стекол в ней была выбита О чем-то громко оповестил репродуктор «Берлин!» — произнес толстяк, складывая свои газеты Марков подтянулся, словно после хорошего сна И выглянул в окно В стороне виднелись отставы разрушенных зданий Кое-где в уцелевших окнах блестело заходящее солнце «Auf wiedersehen!» — буркнул толстяк, открывая дверь «Auf wiedersehen!» — ответил я Прошло около минуты За окном замелькали головы берлинцев С перона донеслась гортанная немецкая речь Вдруг открылась дверь, и в купе ввалился жандарм «Ausweis!» — требовательно произнес он, словно выстрелил Несколько секунд мы сидели в оцепенении Затем Марков притворно зевнул и полез во внутренний карман «Вы Volksdeutsche?» — спросил жандарм, в нетерпении вырывая документ из рук Маркова «Да, мы Volksdeutsche», — ответил я за сержанта «Работаем на заводе Farbenen Industrie, едем в отпуск Вот наши билеты и разрешение на отпуск Покажите!» — сказал жандарм Он, повертел наши бумаги в руках и удостоверившись, что все соответствует сказанному Вернул их Маркову и со словами «Auf wiedersehen!» быстро исчез, так же, как и появился Еще не веря в спасение, мы взглянули друг другу в глаза Наступающие сумерки не могли скрыть бледность на лице сержанта Наверное, я выглядел не лучше Ух! — выдохнул сержант, падая на диван Если бы не бумажка, капут бы нам Слышь, а кто эти? Дойчи Это полунемцы-полурусские, — произнес я, падая рядом Люди, у которых один родитель немец, а другой русский, понял? Теперь понятно Так вот, Volksdeutsche, хоть и русские, но живут вольно Могут ездить на поездах А жандарм? Ох, и нагнал он нам духу До сих пор не могу опомниться, — сказал я Да, я тоже струхнул изрядно, — согласился сержант Спасибо голландцу, выручил Тем временем вагон дернулся, и поезд, набирая скорость, помчал дальше на восток До поздна не добрались без каких-либо происшествий Иногда к нам подсаживались попутчики, проезжали остановки две-три и сходили Я заботился в воде и продуктов, а Марков из вагона не выходил, поскольку я лучше знал немецкий По знанию мы пересели на другой поезд и покатили дальше Пока нам везло, документы никто не спрашивал На одной маленькой станции в купе вошел старичок-поляк Высокий горбоносый немец с пустым рукавом сначала на этот факт не обратил внимания Но когда поезд тронулся, он вдруг обнаружил в купе иностранца и побагровел «Почему вы сели вагон, предназначенный для немцев?» — спросил он, грозно сводя брови Старичок растерялся, схватил было чемодан, но так как поезд уже набирал скорость, то опять поставил его и словно провинившийся школьник сказал «Не заметил по надписи, глаза плохие стали. Как остановиться, я сразу выйду» Он забился в угол и до самой остановки сидел, не шевелясь Отвернувшись к окну, немец старался не смотреть на паршивого иностранца, оскорбившего своим присутствием его чистокровную особу Марков делал вид спящего человека, но на губах его играла ироническая усмешка За окном все чаще стали мелькать белые хутора с соломенными крышами Поезд шел по польской земле Родина с каждым часом приближалась В Лодзь мы приехали вечером, дальше начинался польский протекторат И на проезд требовалось разрешение германских властей Мы вышли из вагона и смешались в толпе Было странно видеть беззаботно гуляющие парочки, снующие автомашины, звенящие переполненные трамваи Шум большого города действовал на нас угнетающе Мы долго бродили по улицам, озираясь по сторонам и избегая встреч с полицейскими Нас пугали свистки постовых регулировщиков, гудки автомашин Пугала синяя форма солдат и серебряные погоны офицеров В одном месте мы натолкнулись на проходящую воинскую часть И стали ждать, пока дорога освободится Солдаты были все молодые, низкорослые, сухощавые Многие из них шли в очках и, вытянув шеи, тупо смотрели в затылок идущему впереди «За скребыши!» — шепнул мне на ухо Марков «Последние!» Поляки тоже не без улыбки смотрели на идущее воинство Видимо, сравнив фрицев 1940-х и 1944-х годов Когда солнце исчезло за крышами, мы наконец-то выбрались в пригород Лодзи За последними домами, где-то по полям и перелескам, шла импровизированная немецко-польская граница Медленно и неохотно опускались на землю сумерки «Может, подождем в лесочке, пока не стемнеет?» — предложил Марков «Надо быть осторожнее» «Теперь нас не спасут урла Упшайны» Я был с ним полностью согласен Взошла полная молочного цвета луна и стало видно на сотни метров вокруг Для нас это было совсем не кстати Мы решили подождать, пока луну не закроют тучи и тогда продолжать движение Медленно, очень медленно ползла по небу луна, освещая засыпающий город Остро запахло какой-то травой «Миша!» — нарушил я молчание «Да наших совсем недалеко, как можно спокойно сидеть и ждать? У меня сердце готово бежать на восток, очень трудно терпеть» Марков помолчал, потом вздохнул и отрезал Пошли «Добрые люди!» Утро застало нас пшениться Мы пожевали молочных зерен, вытянули уставшие ноги и под скрип кузнечиков задремали Не знаю, сколько километров мы прошли в ту ночь Сознание того, что идем к своим, заставляло нас двигаться безостановочно вперед без отдыха Мы шли, не думая об усталости и голоде Радостное ощущение движения не покидало нас ни в первой, ни в последующей ночи И только осторожность заставляла нас с рассветом залезать в рожь и ждать, пока придет длинный до бесконечности день Питались только наливающимся зерном да сырой картошкой, от которой першило в горле и резало в животе Шарахались от попадающих на пути строений Потом начались дожди Поляки скосили и поставили в суслонный рожь Мокрые, голодные, оборванные, мы брели по вязким картофельным полям и высоким хлебам, обдающих колени холодной росой Иногда останавливались и жадно вслушивались Не донесется ли орудийный выстрел с фронта Но только шорох дождя да писк мышей нарушали тишину Мы совсем одичали, обросли щетина и между собой почти не разговаривали Однажды утро застало нас на картофельном поле Густой туман стелился над местностью Чтобы не оказаться в степи среди белого дня, мы решили залечь на целый день в картофельную ботву Она полностью скрывала нас Вдруг мы услышали крик петуха Послышалось мычание коровы и донеслась человеческая речь Я осторожно высунул из ботвы голову и увидел метрах в пятидесяти хутор, который мы не заметили утром из-за тумана Уходить было уже поздно Так и лежали мы, ожидая случайной встречи с кем-нибудь Но за целый день в поле так никто и не вышел К вечеру мы уже дрожали от холода Наконец, дождавшись темноты, мы поднялись и вновь зашагали на восток, ориентируясь по звездам И все же встречи с людьми избежать не удалось Это произошло на следующий день Усталые и мокрые тросы, едва забрешил рассвет, мы залезли с услона снопов и заснули Долго мне поспать не пришлось Кругом поддувал ветер, била дрожь и стучали зубы Какой тут сон! Я постарался заткнуть дыры, но все было напрасно Сквозняк дышал отовсюду Прошлая жизнь показалась мне далекой и недосягаемой Школьные вечера, танцы, казарма среди развесистых тополей Ясные летние закаты, лучистые глаза веры Все казалось смутным, наполовину забытым сном Стараясь сдерживать дрожь, я снова закрыл глаза Вдруг я различил приближающиеся голоса и невольно напрягся, прислушиваясь В это время мой сноп приподняли, и я увидел морщинистое женское лицо Старуха от неожиданной встречи в испуге отпрянула назад и потеряла дар речи Вероятно, мой вид вызвал у нее шок Подняв голову из тога, я шепотом спросил Немцы есть? Старуха не могла вымолвить ни слова Маленькая девочка спряталась за полосатый подол женщины и заплакала Ниц, ниц, нема немцев! Произнесла старуха, обращаясь не то ко мне, не то к девочке Я снова тихо, словно боясь своих слов, проговорил Мамаша, не бойся, мы россияне с неволи И, помолчав, добавил Кушать хлеб Полька боязливо огляделась и, сказав зараз Быстро пошла к деревне, видневшейся метров в трехстах Не давала покоя мысль А что, если приведет немцев? Здесь и скрыться-то негде Кругом степь Михаил, окликнул я друга, лежавшего в соседнем суслоне Что будем делать? Он высунулся и спросил Ты с кем разговаривал? С крестьянкой Снопы пришла поправить Может, еды принесет А может, немцев приведет Михаил с минуту молчал, затем глухо отозвался Вот что, ты был один Про меня она не знает Если приведет пару немцев, попробуем отбиться Пара ножей-то у нас есть Используем фактор неожиданности Ну, а дальше видно будет Ну что же, раз так, будем ждать Согласился я Я попробовал острие ножа Повернулся в сторону деревни и стал наблюдать Вот через какое-то время показалась женщина Она шла одна и несла в руках что-то белое Миша, радостно крикнул я, полячка еды несет Марков молчал Крестьянка подошла, поставил на землю чугунок И достала хлеб Как давно я не ел по-человечески Питался, словно дикий зверь Вот только еще мышей не ел Услышав, как я аппетитно ем, появился и Марков Из суслона показалась сначала грязная С обвисшими полями шляпа Потом взъерошенная, облепленная Мякиной борода И, наконец, сам сержант В ту минуту кислая польская заливайка показалась нам Наипрекраснейшим блюдом в мире Это была первая за тринадцать дней Приготовленная на огне пища Мы хлебали ее по очереди А женщина, подперев кулаком подбородок Состраданием смотрела на нас И когда чугунок оказался пустым Виновато сказала Мало принесла, думала тут один Я к вечеру принесу еще покушать Картошка есть, а больше ничего нет Все немцы забрали Нет-нет, не надо, не приходи Испугался Марков Мы к вечеру уже далеко отсюда будем За это тебе, мать, большое спасибо Расскажи, как лучше нам дальше идти Чтобы не встретить немцев Есть ли в лесах партизаны Польк отвечала Добже, панове До Большого леса, до Родомского Верст десять будет Говорят, и партизаны там есть А немцев близко нет Они за семь километров отсюда стоят Юзеф научил нас немного говорить по-польски Поэтому мы без труда понимали крестьянку И были несказанно рады человеку, проявившему к нам сочувствие Тут много проходит россиян, которые бегут с неволи Продолжала Полька Они идут даже днем, а мы помогаем им, чем можем Вы не бойтесь, пойдемте Я провожу вас до ручья Не надо, не надо, мать Опять замахал руками Марков Мы одни дойдем Тут осталось недалеко Но к вечеру опять крестьянка принесла нам картошки Немного черного хлеба И проводила нас до ручья Затем мы попрощались И она долго еще смотрела нам вслед О чем она думала тогда Эта простая крестьянская женщина Потерявшая в этой войне и своего сына К утру мы вошли в высокий сосновый лес Хотя в лесу мы чувствовали себя спокойнее Чем на открытых пространствах Все же встречи с людьми опасались Прежде чем пересечь дорогу или просеку Внимательно осматривались по сторонам Однажды, когда уже наступили сумерки Мы заметили силуэт человека Он тоже заметил нас И мигнул зеленым огнем своего фонарика Этот огонек не обещал нам ничего хорошего И мы скрылись от него в чаще леса Пробежали мы с километр Затем прислушивались, нет ли погони Но все было тихо Только старые шишки падали на землю На следующий день мы встретили старика Собирающего грибы Он затрясся от страха Приняв нас, видимо, за леших Когда мы подошли к нему Тот посиневшими губами спросил Кто вы, бандиты? Мы россияне с неволи Ответил я Старик перекрестился И поставил на землю свою корзинку Вспомни слова полячки Не боятся людей Я спросил Скажи, дед, где нам встретить партизан? Старик недоверчиво смотрел То на меня, то на Маркова И молчал Не бойся, папаша Вмешался в разговор Михаил Ты видишь, мы уже на людей не похожи Давно их ищем Из Берлина бежали Скажи, если знаешь А вы православные? Православные, а какие же еще? Доб же, прошамкал старик Еще раз крестясь Пройдете до села Мокрые Там они вчера были До села 4 километра вон туда Он указал нам направление И мы пошли Может, это кто-то из партизан Нам огоньком сигналил Высказал я предположение Может быть, ответил сержант Чего немцу ночью в лесу делать? Так чего ж ты побежал? Спросил я А ты? Меня еще обогнал И мы оба рассмеялись Около Мокрой мы встретили пастуха Со стадом коров И узнали, что партизаны Ушли куда-то вчера вечером С этого момента в нашей жизни Произошел перелом Мы перестали бояться людей Мы осмелели И стали даже заходить В маленькие лесные хутора Попросить хлеба Поляки относились к нам хорошо Судьба на этот раз нам улыбалась 5 августа мы брели Между высоких сосен Изредка нагибаясь Чтобы сорвать ягоды голубицы В лесу стояла духота Тени от деревьев Не давали прохлады Только я собрался присесть Отдохнуть Как вдруг передо мной Появился юноша С автоматом в руках И скомандовал по-польски Стоять! Руки вверх! Я не знал, что делать То ли поднимать руки То ли кричать «Ура!» А у Маркова От неожиданности Из рук выпала ветка с ягодами Мы стали поднимать руки Юноша тихо свистнул И из кустов Вышли еще трое вооруженных людей Теперь мы стояли Друг против друга И смотрели в упор Нас изучали Я растерянно бормотал Неужели это они? Неужели мы пришли? Еще с минуты Мы все молчали Затем губы у них Растянулись в улыбку Молчи, Василий Может и не они это Признес опомнившийся Марков Нет-нет, это они Сказал юноша Улыбаясь И забрасывая автомат за плечо Те самые, которых вы ищете Партизаны Да-да, мы те самые Повторил юноша Гордо оглядывая своих товарищей Партизаны Польской армии Краевой Можете не беспокоиться Теперь пойдемте Он пошел впереди Мы за ним А за нами Стальные автоматчики Пройдя метров 300 Мы заметили еще несколько человек В штатской одежде Они ломали ветки И забрасывали ими Сверкающий лаком легковую автомашину Я вопросительно взглянул на Маркова Но он мне ничего не ответил И продолжал молча шагать Оберста злапали Произнес шедший сзади Маркова партизан И мы продолжили свой маршрут дальше Вскоре лес кончился И показали соломенные крыши деревни Партизаны направились к одному из домов Крытому железом И выглядевшему лучше других Мы вошли с ними в калитку Стоявший на крыльце часовой С английским автоматом стенд Молча посторонился И пропустил нас в дом У стола сидел человек В немецкой форме Черного цвета С серебряными витыми погонами Папиросный дым Тонкой пеленой плавал в комнате То ли из-за дыма То ли от вида беззаботно Развалившегося на стуле фашиста В глазах у меня помутилось Я прислонился к косяку И медленно сполз на пол Все пропало Мелькнула мысль Словно эхо издалека донесся вопрос Кто такие? Русские, из лагеря Ответил наш конвоир Уведите оберста Мимо меня прошагали ноги В блестящих крагах И опять пахнуло Папиросным табаком Что с ним? Раздался голос Он ослаб Услышал я голос Маркова Полмесяца без еды Через минуту К моему лицу Приблизилась рука Зубы стукнулись О край стакана И в рот полилась жидкость Похожая на молоко Я стал жадно глотать Из тумана Стал выплывать человек Сидящий за столом И я различил на нем Зеленоватый китель А в петлице Красно-белую ленточку Значит, пришли? Тихо спросил я Девясь чудному превращению Фашистов в поляка Пришли, пришли Подтвердил Марков Поднимая меня на ноги А оружие у вас есть? Спросил человек за столом Оружия пока нет Ответил Марков Зачем вы мне без оружия? Нахмурился сидящий Видимо, это был командир Я и так шестнадцать русских Таскаю без оружия Сказал он Мне показалось, что я ослышался Я отказывался верить своим ушам Нас не принимали Нет, этого не могло быть Это просто звенит в ушах Как же так? Растерянно спросил Марков Куда нам теперь? Вы еще крепкий А этот, какой из него партизан? Произнес поляк Я шагнул к столу и сказал Может, я сейчас еще слаб Но я горло перегрызу А винтовку достану Не пойду я опять к немцам Ну ладно В раздражение передернул плечами командир Уведите их к поручику Майя Конвоиры повернулись И мы вышли Поручик Майя не стал с нами разговаривать Он выслушал партизана, который нас привел Сказал добже И махнул рукой в сторону сарая В сарае, как и говорил командир Было шестнадцать человек русских Сбежавших из плена Некоторые из них тоже пришли из-за Берлина И теперь с нетерпением ждали первого боя Чтобы добыть оружие Тихо, поздоровавшись с земляками Мы опустились на солому И стали изучать друг друга Вечерело К нам подошел высокий широколицый мужчина Сел рядом с Марковым И отрекомендовался Гончаров, бывший политрук Марков назвал свою фамилию Из лагеря? Спросил Гончаров Да, из-за Берлина Долго шли? Не очень Хотя партизан вот долго искали Да здесь каждый поляк знает, где отряд Да мы опасались подходить близко к людям Отряд переходит с места на место днем Все видят А вы давно в отряде? Дней пятнадцать И за это время не смогли оружие добыть? А где его добудешь, если за это время полк? Не провел ни одной акции Живут, едят, пьют, бимбер Да богу молятся Гончаров покосился на дверь За которой слышалась польская речь И заговорил тише Вот махнуть бы в русский отряд Говорят, на свиных горах есть такой Там здорово лупят фашистов А почему ж эти? Видишь ли, в Польше действует много всяких отрядов Как было на Украине в гражданскую войну Есть здесь так называемая НСЗ Или Народовая сила сбройна Это сынки помещиков Они бьют немцев и партизан заодно Но чаще действуют сообща с гитлеровцами Есть ППР, польская партия работничья Эти действуют вместе с русскими И богу не молятся Мы же в армии Краевой Эти получают из Англии оружие, обмундирование и деньги Дерутся с немцами неохотно И с нетерпением ждут, чтобы англичане пришли раньше русских До молитвы, раздался окрик за дверью Вот и день прошел, сказал Гончаров, поднимаясь с соломы После молитвы ужин и спать И нам тоже молиться, спросил Марков Да, не хочется обижать поляков Пошли Мы вышли из сарая Во дворе лицом к заходящему солнцу Без головных уборов выстраивались партизаны Русские встали с краю Через минуту по рядам пробежало Барматане Езов Коханы, Матка Боска Мы не знали молитвы и стояли молча Наблюдая, как краснеет заходящее солнце Оно набухало и медленно садилось за кромку леса Поручик Май перекрестился и надел фуражку До коляцы На траве появилось одеяло, булки белого хлеба И несколько бидонов молока Тебя как звать-то? Обратился ко мне низенький молодой паренек С бледным продолговатым лицом Синие глаза смотрели с детской доверчивостью Василий, а меня Гришка Фамилия Амбросимов Пензенский я Давай в один котелок получать Пока себе не достанешь Давай Хлеб оказался очень мягким И до невозможности вкусным Теплое еще молоко пахло буренкой Какое это чудо, свежее парное молоко Видя с какой жадностью я глотаю большие куски Гришка отдал мне и половину своей порции Этот поступок его запомнился мне на всю жизнь И связал нас с крепкой дружбой Становилось все темнее В небе вспыхивали звезды Легкий ветерок принес поле запах от цветающих трав И далекий орудийный выстрел Приближалась линия фронта Первая схватка Больше недели мы были предоставлены самим себе Поляки ходили по деревням и пили бимбер Марков отсыпался А мы с Гришкой едва поднималось солнце Забирались в колючую ежевику, росшую у дороги И ели ее досыто, наполняя организм витаминами На белом хлебе и молоке я быстро поправился Несколько раз я высказывал опасения, что нас могут застукать немцы и перебить всех до одного Но Гриша уверенно говорил Не застукают У поляков связь налажена отлично Стоит немцам появиться в пяти километров, как сразу прилетит гонец Эх, оружие бы, вздыхал я, постоять за себя нечем Это точно, соглашался Гриша До куляции, кричали в деревне Мы побрели обратно Сегодня на ужин мясо, сообщил мой новый друг Но вот на взмыленной лошади прискакал гонец Жандармы, разнеслось в деревенской тишине Восемьдесят жандармов едут с обозом Во дворах заметались люди, засуетились хозяйки, пряча свое добро Залязгало оружие Из сарая вылез помятый заспанный Марков Он, словно медведь, прошел по двору и остановился перед поручиком Разрешите нам участвовать в операции А что вы будете делать без оружия, надменно спросил Май Кричать ура Верно, вся крив Только загарки, часы, все наши будут Нам нужны только винтовки Добре, становись Через час мы были уже на Яблоневой горе Рыхлая дорога, перевалив через гору, долго петляла по сосняку Затем вышла на открытое место И белее песком устремилась к видневшемуся на горизонте городишку опочно Оттуда двигался растянувшийся обоз Партизаны залегли в придорожном кустарнике и стали ждать Мы заранее вооружились увесистыми палками Я поднял голову, пытаясь отыскать глазами Маркова С тех пор, как мы соединились с партизанским отрядом Михаил перестал поддерживать со мной дружеские отношения Как-то отдалился от меня, стал чужим Он в основном общался теперь с Гончаровым Вот и теперь Гришка лежал рядом со мной, а Марков был где-то сзади Тебе не страшно, Гриша? Спросил я Тот выплюнул травинку, с удивлением посмотрел на меня и ответил Я не думаю о смерти Перед боем у меня в голове вертится только одна мысль Сыпать фрицем перцу, как следует Мы немного помолчали Партизаны маскировались, кто как мог, ломая ветки Тебе сколько лет? Спросил опять я, чувствуя неодолимую потребность говорить Девятнадцать А где был в лагере? В Ченстахове, Польша этот городок Целый год находился там, потом сбежал с одним пареньком Застрелили его, а я вот здесь Тихо, слышишь? Из-под горы послышал испанукание и скрип телег Я крепко сжал свою палку Минут через пять показался обоз В передней подводе на ящиках, закрытых брезентом, сидел жандарм в голубой шинели с коричневым воротником На коленях у него лежала винтовка Жандарм изредка бил длинным прутом по лошадиному заду и настороженно косился по сторонам Один раз мне показалось, что взгляды наши встретились, и я пригнул голову, чтобы не спугнуть седока Наконец раздались выстрелы и крики «Ура!» Меня подбросило словно пружиной Я выскочил на дорогу и замахнулся на жандарма палкой Тот не стал ждать и свалился с повозки Удар пришелся по ящику Палка сломалась Лошадь дернулась и понесла повозку в кусты Мой враг стоял на коленях и, подняв руки, повторял «Нейш шисен! Нейш шисен!» Возможно, от неожиданности он даже забыл про свое оружие Я схватил упавшую в пыль винтовку Подбежавший поляк ударил жандарма прикладом своей винтовки по голове И тот рухнул на землю Партизан принялся шарить у него по карманам Кругом раздавались выстрелы Я расстегнул на лежавшем жандарме ремень На котором висели подсумки с патронами и штык-нож И забрал их Душа моя ликовала А у лежавшего передо мной человека Из пробитой головы и из носа на землю стекала кровь Она быстро впитывалась в придорожный песок Я не стал добивать его, но и не стал оказывать помощь Может быть, для него война уже окончилась А мне еще предстояло воевать «Ура!» — закричал я, — стреляю в воздух «Даешь оружие!» Мимо меня промчалась повозка С борющимися на ней людьми Которые тут же свалились с нее И продолжали барахтаться в пыли Я устремился к ним Уловил момент и треснул жандарма Прикладом винтовки по голове Тот закатил глаза и повалился на землю Партизан вылез из-под него и поблагодарил меня «Спасибо!» — произнес он, поднимаясь «Где она?» — «Кто?» — «Да лошадь!» «Там винтовка!» — «Или ты ее взял?» «Нет, нет, это моя!» — «Лошадь ускакала туда» Мазнув по лицу крови, партизан побежал по дороге Выстрелы становились реже Я обыскал лежащего передо мной жандарма Забрал у него патроны и, довольный, пошел искать Гришку Мой друг вел перед собой жандарма с поднятыми руками Радость бурлила в моем сердце и просилась вырваться наружу «Победа, Гриша!» — кричал я, потрясая винтовкой Гришка широко улыбался и, кивнув наружу, спросил «Достал?» — «Достал!» — «Теперь ни за что из рук не выпущу!» «Теперь все!» — «Куда ведешь?» — сердито спросил Гришу поляк И выстрелил жандарму в спину Тот дернулся и, поворачиваясь, со стоном упал в пыль Тонкая струйка крови показалась на губах у немца Он снова дернулся, и глаза его стали мутнеть, так и не закрывшись Черт его знает, как устроено сердце человеческое Только мне стало жаль этого пожилого немца Я не знал, что привело его сюда Приказ командования или желание послужить Рейху Убивал ли он русских, мучил ли и чего хотел Я глядел на морщинистое дутыловатое лицо лежащего человека И думал, может быть, где-то в Лейпциге или во Франкфурте Его жена и дети будут ждать вестей А он умер здесь, на песчаной польской земле Зачем он пришел сюда? А другие, те, кто также лежит здесь, теперь под палящим солнцем Очнись, услышал я Гришкин голос Чего ты на него уставился? Знакомый, что ли? Да нет Тогда пошли собирать трофеи Повозки-то с продуктами Из кустов вышел Марков с немецким автоматом на шее Увидев нас, он середито скомандовал Чего стоите? А ну бегом строиться Чем-то далеким полузабытым повеял от этой команды Будь-то Марков снова был моим сержантом Мы весело откликнулись на нее и побежали к опушке Где уже выстраивался отряд От радости я даже запел Пусть ярость благородная вскипает, как волна Конец третьей части Читал Олег Лобанов Пусть ярость благородная вскипает, как волна Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова